И вот на форуме мы вместе дали старт проекту по созданию волонтерских доброцентров, путинцы будут финансировать волонтерские доброцентры, вы понимаете, что это за добро, на самом деле это говно. То есть сейчас, когда речь идет о самообороне, когда народ должен обороняться от этих QR-кодов, когда он должен обороняться от путинской власти, пытаются снять напряжение, занять людей херней, как в армии, какой-то херней, чтобы особо активно сбросили немножко энергию вот эту на бессмысленную работу. И поэтому рассказывают, что исследование Рамблер, более трети россиян заняты волонтерской деятельностью, которые по гаражам хлещут, они их тоже туда записали. Я удивляюсь вообще, какая треть россиян волонтерской деятельностью занята, где они их этого видели? Там хорошо, если 3% есть, ты есть, блядь, обхохочешься. И Центробанк заявил о риске закрытия 300 микрофинансовых организаций. Вот где эти волонтеры в микрофинансовых организациях. Ну то есть я так понимаю, кому-то там в Центробанке или Путину, ну его наверное Людке Путинской, их бывшей жене, она же занимается микрофинансовыми организациями, нужно расчистить путь. То есть их должно быть несколько штук, которые будут питать Путина, потому что нормальные деньги зарабатывают. Представляете себе, какое количество повылезло этих микрофинансовых организаций, ростовщиков. Зачем они Путину нужны? Нет, он их конечно зачистит. И об этом мы с вами, если вы помните, говорили миллион раз уже. Минфин заблокировал счета блогера Лехи Кочегара, внеся его в список экстремистов. Ну это тот человек, который информационно поддерживал шамана, теперь, я так понимаю, не сможет даже зарплату получать, потому что все его счета заблокированы. Ну это стандартная процедура у путинцев, чтобы всех нагнуть. Рэпер Эл-Джей уехал на Кипр после обвинений в пропаганде наркотиков. Вот еще один. Так, еще один сгорел на работе, да? Ну посмотрим, сколько этих рэперов останется у Путина. Но я говорю, для них принципиально, чтобы остались и пропагандировали Путина. Так что, я думаю, будут договариваться со многими. В Москве оштрафовали мужчину, сделавшего фото с российскими и американскими флагами на фоне Кремля. Оштрафовали Игоря Шатина на 10 тысяч рублей. Прикольно, да? Там с голой жопой на фоне этого Василия Блаженного фотографируются. Срок дают. С российским флагом фотографируются также на фоне Блаженного. 10 тысяч рублей штраф. Ну, то есть, это не голая жопа, но близко к этому российский флаг. Я бы, конечно, этот власовский флаг, ну, как бы даже и в руках держать не стал. Православного священника в России отправили в колонию за мошенничество на 7 миллионов рублей. Да, вот видите, православный священник храма Георгия Победоносца в селе Кулешовка. А мог бы стать каким-нибудь этим путинским, этим паповым личным. Да, тут вот не повезло. Александр Якимов, значит, ну, там какую-то прихожанку свою лечил, да, что он закроет ее уголовное дело, поскольку он там с прокурорами на короткой ноге и так далее. И просил у нее вначале 4 миллиона рублей, потом 3 миллиона рублей. Ну, в общем, я так понимаю, что эти суммы он получил, да. Ну, то есть, видно, прихожанка тоже непростая ни хрена. И, соответственно, у нее крыша наверняка есть какая-то. Раз у нее есть такие деньги, у кого есть такие деньги, у того есть и крыша. И он, значит, просил, чтобы она в церковную кружку для пожертвований клала. Ну, чтобы потом сказать, как пожертвовали Богу, я тут не при делах. Ну, вот, и потом, значит, его приняли какие-то, я так понимаю, силовики. Ну, на те, которые крышуют эту прихожанку и все, и попик сел. И вот, петербуржец отсудил у МВД 39 тысяч рублей, ну, то есть, такие смешные деньги, да, сколько получается, полтысячи евро, да, за снятые в отделе штаны, полиции штаны. То есть, его притащили зимой еще 27 января в отдел, он был в спортивных штанах, там был в пояс, в пояс сшит шнурок. Да, я не понимаю сути, да, но могу сделать предположение, что вот эти придурки, полицаи, решили, что у него что-то там вшито такое, ну, может, наркотики, может, там, блядь, листовка, я не знаю, что. И нужно было разобрать его штаны, чтобы вытащить, что там, сняли с него штаны, и он сидел вот в этом унизительном положении, как он сам считает. Вообще, это, конечно, прикольно. В таком положении, может, он был бы еще и жопой показывать этим чертям. Ну, в общем, 39, ничего, я так понимаю, в этом шнурке они не нашли, 39 тысяч ему заплатили, он хотел 1 миллион. Ну, в общем-то, небольшие деньги за то, что с ним они створили, чтобы не повесился. Нет, я не знаю насчет, чтобы не повесился, да. Я сомневаюсь, что они 4 часа таким образом его держали, чтобы он там, чтобы он не повесился. Задержанно забирают все, на чем можно повесить. Ну, что, я не понимаю, что ли это? Я, конечно, понимаю. Я понимаю, что его задержали, этого человека, за шнурок. За то, что его, наверное, обыскивали на улице что-то раз, а достать не могут. Поэтому его и задержали, а не потому, что его там в камеру кидали, да, и решили с него этот шнурок у него вынуть. Они вынули его в одну секунду. Вот мне вы объясняете, человек, который проработал участковым, да, объясняете, как с задержанными поступают. И человек, которого задерживали, ну, миллион раз в жизни, по всяким делам, включая политические.